Перед зрителями развернулись целые эпохи истории. Фрагмент театрализованного представления Гермии перенёс зрителей во времена мифов Древней Греции. Артисты воссоздали атмосферу мифов и древних сказаний. Так немножко был такой мандраж, конечно. Первый раз вообще-то сегодня на сцене быть. Ну так, в принципе, всё прошло хорошо. Выступление артистов оценивала экспертная комиссия, в составе которой заслуженные работники культуры Кубани и заслуженные артисты России. Основной задачей было создание концертной программы таким образом, чтобы максимально продемонстрировать её жанровое разнообразие. Театральная сценка из комедии Лопе де Вега – это действительно театр самой высокой пробы. Цель помыслов моих, идея, тоже и траумная затея, но есть сомнение у меня. Безумно интересно, масса впечатлений и самое главное, что все коллективы Анапы нашего района вместе собрались и сделали такой мощный концерт. И это яркий заряд эмоций и впечатлений, которые мы получили от всей работы и от аплодисментов, которые нам дарили зрители. Параллельно с событиями на сцене участники экспертной комиссии оценивали выставку прикладного творчества, которая была организована на втором этаже. Картины, поделки из дерева, вышивка – они получили самую высокую оценку экспертов. Качественно сделаны многие работы. Видно, что люди вкладывают душу, любовь и занимаются любимым делом. В концертной программе также были продемонстрированы хореографические композиции, казачий хор и вокальные выступления солистов. В числе почетных гостей – министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Следующий год объявлен в России годом культуры. И этот четвертый фестиваль доказал, что Анапе есть что показать. Благодарю вас, Евгений Фёдорович, за такую хорошую команду, творческих людей. Поверьте, я в зависимости от того, что не везти я езжу, но мне привозят обязательно видео. И это одна из немногих программ, за которую мне действительно радостно не за форму, а за содержание. И за это вам огромное-огромное спасибо. Сегодня мы увидели целый фейерверк наших звезд, которые присутствуют на нашей муниципальной земле. Конечно, без сомнения, без поддержки министра, тоже бы ничего не получилось. И мы от имени мануционального образования, от благодарных анапчан, я хочу получить букет. Эстафету фестиваля «Вослава Кубани на благо России» Анапа передает другим городам края. По итогам муниципального тура лучшие творческие коллективы представят наш город в заключительном этапе фестиваля-конкурса, который состоится весной 2019 года. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Руслан Душевский, Анапа.